Сегодня мы в этом видео поговорим с вами о декомпрессионном клапане, о его как правило частых проблемах. Самая частая это большая дозация идет, значит передозация масла скажем так, у нас забивается под юбку, забивается много нагара и этот нагар потом не дозакрывает этот клапан полностью, то есть он его вот так вот, не вот так вот до конца, да, призакрывает, а вот чуть-чуть его выпихивает, да, то есть немножко он недозакрыт из-за того, что он нагар, поэтому обязательно, как в аптеке, если 20 грамм на литр идет масло, значит 20 грамм на литр, и берите, пользуйтесь шприцом, иначе у вас этот клапан выйдет из строя. Второе, второе, какая у него вторая неполадка, значит смотрите, если я постоянно открываю-закрываю клапан, вот у нас, вот я постоянно открываю-закрываю клапан, да, что у нас происходит? У нас происходит выработка юб, ну вот, ну вот этой части выработка происходит, и также, что у нас, когда у нас удары идут, когда у нас, грубо говоря, смесь воспламеняется, сейчас покажу на, на вот, скажем так, на макете, пусть идет наверх, смесь воспламеняется в этой верхней мертвой точке, пошель идет вниз, вот в этот момент, у нас на вот этот клапан получается, идет вот так вот давление, вот, щелчок такой, да, и у нас получается, здесь может быть где-то выработка, также этот щелчок может происходить тогда, когда у нас здесь, ну, например, нагар тоже, вот тогда, когда у вас нагар, а что такое нагар? Это карбон, уголь, грубо говоря, проще говоря, да, то есть, этот нагар где-то откладывается, например, он может отложиться здесь, а здесь не отложится, здесь может отложиться, а здесь не отложится, и у нас получается, здесь горка, здесь горка, здесь горка, и у нас получается, бьет клапан, когда у нас воспламеняется смесь, то есть удар, да, сюда прошел, а у нас здесь горка где-то находится, и вот здесь вот у нас получается под клапанчиком, значит, у нас вмятинка образовывается, что здесь, или здесь может образоваться, где больше горка, и вот он со временем выходит из строя, из-за того же, что опять же, значит, там копится нагар, значит, поэтому клапан всегда очищайте, то есть вариант первый, это очистить, если он пропускает, вот вы его очистили, поставили, начинаете крутить его, он будет шипеть вот с этих отверстий, будет шипеть больше или меньше, вот так же, по правилу, как должно быть, значит, данный декомпрессионный клапан должен проверяться следующим образом, то есть он вот у нас на месте вкрученный, декомпрессионный клапан, значит, дальше у нас идет, значит, обязательно на выхлопную что-то, дабы нам ее закрыть, да, то есть герметично сделать, с этой стороны мы тоже прикрываем, да, то есть, вот, прикрыли, да, если у вас, как бы сказать, цилиндр поршневая отдельно от картера, значит, то же самое бывает, если вместе с картером, то, ну, то есть, к карту прилегает, как в данном случае, 365, значит, то же самое бывает, что закрываем вот здесь, вот, то есть, можете через подругу, пожалуйста, тоже поставить резинку карбюраторную сюда, вот, можете, как вариант, ну, есть, там, фланцы продаются под данную пилу, если вы этим профессионально хотите заниматься, хотя, я считаю, что это не обязательно покупать фланец, ну, я так считаю, значит, просто карбюратором прижали, поставили там между патрубом, например, резинку, и прижали его карбюратором, все, то есть, вам важно, чтобы здесь была герметичность, да, какими вариантами вы это сделаете, это уже другой вопрос, будет, наверное, в другом каком-нибудь видео, да, и, значит, у нас декомпрессионный клапан полностью закрученный, и вы надуваете, например, через импульсный шланг, то есть, здесь где-нибудь или в коллега, или здесь вот идет импульсный шланг, либо рядом с коллектором выходит, если бывает шланг уже в картере импульсный, через импульсный шланг тоже можно надувать, ну, соответственно, это все должно быть закрыто, если у нас не через импульсный шланг, то есть, пожалуйста, заглушите, если у нас в шланге, в коллекторном шланге, то есть, вон же переходник карбюратора, грубо говоря, резиновый, да, идет, если в нем идет отверстие, значит, соответственно, вам надо заглушить полностью импульсный и не импульсный сюда, вкручиваете там, например, свечу какую-нибудь там, ну, то есть, высверленную, чтобы можно было здесь давление создать, тоже как вариант, значит, я пользуюсь, я этим вариантом не пользуюсь, я никогда не кручу свечи, ну, потому что я знаю, что надо делать без этого, значит, смотрите, это будет в следующем ролике, об этом я поговорю потом, значит, дальше, допустим, вы закрываете вот это все, дальше через импульсный канал вы надуваете, как правило, поршневую, и проверяйте, что у нас в декомпрессор, то есть, вы его открываете, закрываете, если у нас в закрытом виде надули его до определенного давления надули, да, у нас он, как бы, держит одну атмосферу, две атмосферы, желательно до трех-двух-трех атмосфер, там больше не надо, вот, если у нас будет это давление держать, да, то есть, поршневая, вот, и при этом вы клапан вращать должны, именно вращать, то есть у нас клапан сам вращать, то есть если у нас вращается, а стрелка у нас при этом уходит, то значит тогда уже клапан пришел в неугодность, либо там нагара много, вы берете, нагар снимаете, опять его закручите, опять вращаете, опять та же ситуация, значит клапан просто меняете, то есть понятно, да? то есть вот в открытом виде его, в закрытом точнее виде, в закрытый вверх-вверх, открытый вниз, вот, в закрытом виде вы его, то есть вы надули поршневой, вращаете клапан, ага, то есть в какой-то из точки он начинает у нас стрелочка уходить ближе к нулю, значит тогда уже с клапаном проблемы, открутили клапан, поэтому обязательно надувайте такие поршневые, значит все пилы, косы до, от 200 долларов жрать надо надувать, почему? потому что это ваш труд, это ваши деньги, если у вас, например, будут задиры и прочее по вашей вине, то есть желательно надувать обязательно цилиндропоршневую группу, то есть как я вам сказал, то есть можете, пожалуйста, пользоваться резинками, да, то есть сюда вот выхлопную, сюда вот, соответственно, у нас тоже резинка между карбюратором, вот, и сюда, собственно говоря, вот так вот, пожалуйста, можете таким образом пользоваться, способов там несколько есть, вот, и всегда проверяйте, собственно говоря, это все дело на герметичный, значит, что еще по коллективу, по, вот, значит, по декомпрессионнику могу сказать, ребят, декомпрессионник, декомпрессионный клапан, он рассчитывается, то есть это не простая какая-то тупость, дурость, нет, это рассчитывается, и рассчитывается под определенную цилиндропоршневую группу, если вы возьмете там штилевский декомпрессионник, значит, у него диаметр дырки, как правило, меньше, вот этот диаметр дырки, вот эти вот дырки, бывают две дырки, бывает одна дырка, но, как правило, дырочка вот данная, она поменьше, почему? Очень просто, относительно очень просто, но попробую объяснить, если поймете, то здорово, значит, смотрите, у нас поршень, вот он идет, он доходит до пленой верхней мертвой точки, вот он, здесь, здесь, здесь у нас свеча уже подает искру, именно вот в этом положении, я вам объяснял, то есть, что здесь у нас магниты отрабатывают, и подается искра, импульс, искра подается, и здесь уже идет воспламенение, и вот именно эта камера, именно вот эта камера, верхняя камера, камера сгорания, она большая, то есть, вот она камера сгорания до выхлопа, вот это у нас камера сгорания, вот она большая, то есть, нижняя мертвая точка у нас есть, вот она нижняя мертвая точка, а вот у нас верхняя мертвая точка, вот она у нас. Так вот, декомпрессионный клапан рассчитывается не просто, а вот берется вот это расстояние, вот это вот расстояние верхней мертвой точки, берется, скажем так, объем вот этот вот, рассчитывается. И вот эти дырки, вот эти дырки, грубо говоря, они высверливаются именно по определенному объему. То есть, грубо говоря, вот этой мертвой точки, вот этого как бы объема, сказать так, газов, грубо говоря, сгорания в камере, да, вот этого объема должно быть достаточно для того, чтобы вернуть клапан в обратное положение. Это очень важно, поэтому имейте ввиду, если вы там захотите клапан поменять с одной пилы на другую, поставить там и думаете, что это будет работать, нет, как правило, это не работает, в редких случаях. Поэтому, если вы будете брать декомпрессионный клапан, если у вас там, например, алиомак, берите на алиомак декомпрессионный клапан и именно на определенную пилу. Если вы берете там штиль, значит штиль, если у вас хускварн, значит хускварн. Если вы захотите там штиль поставить на алиомак, ничего не получится. Почему? Потому что очень просто. Потому что у нас, значит, у штиля, как правило, у штиля, как правило, вот эта верхняя точка минимальна. У хускварна чуть ниже. Соответственно, того давления, то есть у хускварна, поэтому и больше диаметр вот этих отверстий. У штиля, например, меньше диаметра этих отверстий. Почему? Потому что у него вот эта вот верхняя точка, вот этот объем, скажем так, при верхней мертвой точке меньше. Соответственно, здесь дырка, соответственно, должна быть меньше. И чем больше вот этот вот объем камеры, да, вот этот вот верхней мертвой точки, тем больше вот эта, соответственно, дырка. Соответственно, это все рассчитывается, не все так просто. Имейте в виду. То есть, поэтому и штиля на алиамак вы не ставите. Или наоборот, там, со штиля на хускварну не подходит и так далее. То есть, в редких случаях я не наблюдал, чтобы это подходило. То есть, поэтому декомпрессионник всегда берите именно тот, который там должен быть, и все будет четко. Вот, именно под эту пилу. Значит, что еще? Что еще? Значит, про это я вам рассказал. Что еще может быть? Значит, какие могут быть симптомы пилы при нерабочем декомпрессионном клапане? То есть, тогда, когда он у нас не герметичен. Значит, первое симптомы пилы. Когда у нас призакрыто. То есть, не открыто, а вот именно призакрыто. Вот так вот. Скажем так, да. То есть, либо там нагар, либо там выработка. Значит, когда у нас призакрытый клапан. Не открытый, а именно призакрытый. Вот. У нас все равно, вот те газы, которые у нас собираются. Вот здесь вот камеры сгорания. Вот здесь вот камеры сгорания, грубо говоря. Они пытаются сюда вот, в эту щель пройти. И выйти вот отсюда. Вот. Сейчас покажу. Вот отсюда. И также частично они выходят из-под шейки. Почему? Потому что шейка у нас тоже там не герметична. Абсолютно. То есть, она не герметична. То есть, там нет никакой герметичности. Вот. Я беру вот люфт. Видите? Там нет герметичности. У нас тогда герметичный клапан. Тогда, когда у нас полностью закрыт. Тогда да. Герметичный, если он новый. Если у нас здесь нагара нет. Вот. Есть. Или выработки нет. А выработка происходит почему? Потому что у нас здесь вот нагар набивается. То есть, с разных сторон. Где-то больше, где-то меньше. И у нас получается, он когда постоянно вы его нажимаете. Оп-оп-оп-оп-оп. Он по нагару стучит. И вот грибочек вот этот. В этом месте может выйти из строя. В этом. То есть, он стучит постоянно. Он деформируется просто. Он стучит постоянно. У нас стуки вот такие вот постоянно происходят. Когда вы его включаете. Включаете. То есть, пиво. Да. Когда пытаетесь завести. То есть, вот эти стуки. Они как раз таки приводят то, что вот этот грибочек изнашивается. Юбка, грубо говоря. С какой-то из сторон изнашивается. И тогда вы уже. Даже если счистите нагар. У вас за счет того, что деформация где-то. Он все равно будет пропускать. И вот эти все газы. Они пробиваются сюда. Что при этом наблюдается? Наблюдается, что пила начинает почему-то взрываться. Вы не понимаете, откуда она. Но идет взрыв. Как будто вот у нас, значит, неправильно выставлено зажигание. Такой же взрыв один в один. Но только он откуда-то с другого места. Вы не понимаете, в чем дело. Оказывается, декомпрессионный клапан. Он когда пропускает. То есть, те пары, которые у нас здесь. Не пары, а скажем так. Тот взрыв, который у нас. То есть, огонь, который здесь вот образовался. Он вылетает просто из декомпрессионного клапана. И, как правило, вот здесь вот наблюдается именно такая вот серая. Такая, я даже не знаю, черная. Короче, такая вот, что ли, газы, короче говоря, выходят оттуда. Вот, и вот не до сгорания, вот это все выходит сюда. Вот, не до сгорания. Почему? Потому что нет герметичности в верхней точке. И, или также они попадают вот сюда. В эти отверстия. Поэтому декомпрессионник всегда меряется только одним способом. Это, значит, закручивается. И, естественно, мы должны загерметизировать. Поэтому вот, как бы, в принципе, все, что нужно знать. Значит, в работе, если у нас декомпрессионный клапан неисправный, то есть, нет герметичности, это просто наблюдается, что он работает, ну, скажем так, двигатель, скажем так, заходишь в дрово, но, как бы, чувствуется, что нет нужной тяги, что ли, да. То есть, как бы, получается так, что у вас не до тяга, грубо говоря, да. И при этом вы чувствуете, что двигатель немножко троит, когда у нас клапан не роман. Но при этом, если двигатель в порядке, он должен заводиться даже при открытом, при незакрытом клапане. То есть, если у вас двигатель в порядке, то есть, того, как бы, сказать, небольшого выхлопа, небольшого, как бы, ну, разгерметизации, да, небольшой, в принципе, на работу, на заводку двигателя не влияет, но влияет в процессе эксплуатации. То есть, в процессе, когда мы уже начинаем заходить в дрово, мы чувствуем, что не заходит он ни хрена нормально в дрово, то есть, это может быть тоже признак плохого декомпрессионного клапана. Вот, наверное, на этом я видео заканчиваю. Я, так, более подробно рассказал про этот декомпрессионный клапан. Значит, я его хотел, конечно, вам, как бы сказать, показать в разрезе, но тут ничего сложного нету. Обычная резьба, да, здесь гайка. В нем высверлено два отверстия под соответствующий диаметр с камерой сгорания и, по сути говоря, все. Ну и сюда, соответственно, сюда вот у нас засажена втулка вместе с грибком, вот с этим, вместе с клапаном втулка. Все, все. Тут нечего, там показывать нечего. Там внутри шток идет. Шток, если посмотреть в эти дырки, постоянно вращает, входит туда-сюда. Он не герметичен при открытом виде. В закрытом виде он должен быть герметичен за счет того, что у нас вот этот грибок пристает. Все. Все тут банально. На этом видео я заканчиваю. Всем пока. Надеюсь, вам это видео будет полезным. И вы будете знать, что при неисправном декомпрессионном клапане у вас двигатель все равно должен заводиться. Вопрос в том, как. То есть, бывают хлопки, вот такие, как я вам говорил. Бывает, что он просто не заходит как нужно в тревесину. Всем пока.